МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не выполнили обязательства депутаты, обсудили поправки в бюджет Сарова на следующий год. 48 часов срок действия отрицательного результата ПЦР-теста сократили. О математике, медицине и искусственном интеллекте в художественной галерее пройдут Дни научного кино. Далее расскажем обо всем подробно. Какая судьба ждет стадион школы номер 12 и появится ли в нашем городе Северный парк? На очередном заседании планово-бюджетного комитета народные избранники обсудили поправки в проект бюджета города на грядущий год. Реконструкция или капремонт. Еще в 2019 году на согласительной комиссии народные избранники и представители администрации пришли к соглашению. Проекту реконструкции стадиона 12-й школы быть в следующем году. Однако время шло, а проект так и не появился. Пункт о забытом стадионе обнаружился в плане бюджета на 2022 год. Только средства заложили не на реконструкцию, а на капитальный ремонт и разработку ПСД. У нас была программа именно реконструкции школьных стадионов, четырех школьных стадионов, рассчитанная на 5 лет. То есть мы на 2020 год должны были закончить все школьные стадионы, которые мы запомнили. 16-й, 14-й, 7-й, 19-й, 12-й. То есть на сегодняшний день мы за последствием сделали только две площадки школьных стадионов. Поэтому о том, что идет параллельный процесс школьных стадионов и пристройка, я вообще первый раз это слышал. У нас была программа конкретная по реконструкции школьных стадионов. О школьной пристройке впервые слышит не только Андрей Владимирович. Для всех народных избранников это стало новостью. Администрация отклонила поправку о реконструкции, так как в 2023 году в 12-й школе планируют построить начальную школу для 300 учащихся. Заявку на строительство отправили в Министерство образования еще в 2019 году. Но ответа, включат ли объект в госпрограмму новых мест в общеобразовательных организациях, так и не получили. Мы его сделали, хоть какой-то там, ну, через двух, какие-то деньги за гранили, с 2009 года проект бюджетный не реализованный. Это раз. Он с инфицирующим нормам. Проект через три года после его изготовления и передачи заказчику устаревает, требует актуализация. Это два. Если у нас будет возможность построить там нормальный стадион за деньги областного регионального бюджета, то есть это наиболее приоритетный способ развития ситуации. К следующему заседанию депутаты запросили полную переписку с Министерством образования с 2019 года. Еще одним камнем преткновения в бурных дискуссиях стала поправка Ивана Ситникова о разработке ПСД для Северного парка, а именно 90 гектар лесного массива в границах улиц Березовой, Молодежной, Нижегородской и Раменской. Однако сначала территорию нужно обследовать. Возможно, там есть редкие растения. Это запрещенный период. Еще раз повторяю, в городе должно быть актуальтурное пространство. Если кто-то там бывает, то тебе, Михаил Михайлович, правильно сказал. Но если там проезжали люди, проходили, когда не открылся 4-й КП, а вот на этой дороге готовы, ну, товарищи, демонстрация, там выжили номер, мамы с колясками, велосипедисты и так далее и тому подобное. Дорога открыта, сейчас по ней гулять нельзя. Так люди ходят по периметру вот этого лесного массива. Вот идут по периметру, в боках, сколько людей ходят. Районы большие, не хотите прогуляться. Последним вопросом повестки народные избранники обсудили поправки и путем голосования выбрали те, что отправят на согласительную комиссию. В качестве источника финансирования этих поправок могут стать 57 миллионов, выделенные из местного бюджета на строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16. По новому закону финансирование подобных проектов – обязанность газоснабжающих организаций. О новом штамме коронавируса – вакцинации и страховых выплатах медицинским работникам. Михаил Мурашко провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Подробности далее. Правительство выделило еще 5 миллиардов рублей на страховые выплаты медицинским работникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета. Он отметил, что в условиях пандемии медики продолжают круглосуточно помогать заболевшим коронавирусом. И, к сожалению, сами рискуют заразиться. В инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным. 932 тысячи россиян с коронавирусом продолжают находиться под наблюдением медиков, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стационарах страны развернуты 250 тысяч коек. Много пациентов остаются в тяжелом состоянии. Также на заседании Михаил Мурашко доложил о том, как в России проходит прививочная кампания против ковид-19. Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан. И что положительно за прошлую неделю можно оценить в структуре вакцинированных увеличивать количество лиц старше 60 лет. Из-за быстрого распространения нового штамма, который на днях обнаружили в Южной Африке, Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что штамм Микрон более заразный и необходимо соблюдать все меры предосторожности. С учетом особенностей нового штамма Микрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. Случаи заражения Микроном выявлены уже в 20 странах мира. В связи с этим Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома. Большая ежегодная пресс-конференция президента состоится 23 декабря в очном формате в Манеже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Количество представителей прессы будет ограничено в связи с антиковидными ограничениями до 500 человек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У трех категорий россиян с 1 декабря выросла пенсия за счет индексации фиксированной выплаты страховой пенсии. Фиксированная выплата – это сумма, которую государство ежемесячно выплачивает всем пожилым людям, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый трудовой стаж. Ее размер в этом году почти 6045 рублей. Индексация коснется трех категорий пенсионеров. Тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, те, кто подавал заявление на перерасчет, и тех, кто закончил свою трудовую деятельность три месяца назад. Повышение пенсии будет разным для всех категорий. По достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается. Если пенсионер подавал в пенсионный фонд заявление на перерасчет из-за появления иждивенца, то сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца. Для тех, кто вышел на пенсию три месяца назад, сумму индексируют с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. Шквалистый ветер и поваленные деревья. Циклон «Бенедикт», который накрыл Центральную Россию, стал самым мощным за последние 70 лет. В Сарове порывистый ветер повалил 14 деревьев. Пострадавших нет. Их уже оперативно распилили и убрали сотрудники ДЭПа. Также в городе были случаи кратковременного отключения электроснабжения из-за замыкания проводов и сработавших предохранителей. У саровчан появилась уникальная возможность окунуться в мир классической музыки. В Доме молодежи открылся виртуальный концертный зал. Что это такое и какие возможности он открывает саровчанам, расскажем в следующем репортаже. В январе 2019 года в рамках национального проекта «Культура» стартовал масштабный проект «Цифровая культура». Его главные задачи – внедрить цифровые технологии в культурное пространство страны и создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах России. Четыре таких зала появятся в Нижегородской области. Один из них – в Сарове. Именно благодаря виртуальным концертным залам мы сможем приобщаться и наслаждаться выдающимися яркими выступлениями российских коллективов и исполнителей. У жителей нашего города появилась уникальная возможность после рабочего дня окунуться в мир классической музыки. Горожане могут насладиться исполнением великих музыкантов современности, ведущих коллективов не только России, но и всего мира. Платформой по реализации данных филармонических концертов являются концертные залы Московской филармонии. Это концертный зал Петра Ильича Чайковского и концертный зал имени Рахманинова. 4 декабря в 18.00 сотрудники Дома молодежи ждут всех желающих на видеотрансляции из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского – музыка нашего кино. А 5 декабря в 11.00 для детей и взрослых будет показана трансляция «Сказка и цирк» для лиц старше 6 лет. Со 2 по 25 декабря в художественной галерее пройдет фестиваль «Дни научного кино-2021». Горожанам покажут 6 фильмов о науке и технологиях. Фестиваль актуального научного кино «Фанк» пройдет в художественной галерее в третий раз. Со 2 по 25 декабря саровчане смогут посмотреть 6 документальных фильмов о науке и передовых технологиях. В программу включены киноленты, которые посвящены математике, медицине, искусственному интеллекту, социологии и даже сельскому хозяйству. Тем более, что это 2021 год. Это год науки и технологий. И фильмы, которые мы покажем, мы в этом году решили взять их из разных областей. Стартуем мы 2 декабря. Закончится проект 25 декабря. То есть фактически, саров, готовьтесь, декабрь будет полностью научный, посвящен научному кино. В этом году в рамках фестиваля горожанам покажут фильмы «Мозг», «Будущее ждет», «Хлеб. Ежедневное чудо», а также два фильма про актуальную тему коронавирусной пандемии. А откроют «Дни научного кино-2021» документальная кинолента «Пространство Лобачевского». Это будет четвертый фильм, который мы смотрим режиссера Екатерины Еременко. Всегда это интересно. Всегда это или алгебра, или геометрия. В этот раз Николай Иванович Лобачевский, все выпускники Нижегородского государственного университета просто обязаны посмотреть этот фильм. Екатерина всегда очень интересно подает материал. Будем мы говорить, естественно, о невклидовой геометрии. Все показы «Дни научного кино» бесплатны, но количество мест в зале ограничено. Также обратите внимание, что у всех фильмов фестиваля разная возрастная категория. Ознакомиться с афишей показов можно в группе «Художественной галереи ВКонтакте». Справки по телефону 702-87-702-94. Выставки, гарнисажи, творческие вечера. Новый выпуск программы «Пешком по Сарову» будет посвящен истории искусства в нашем городе. Многие знают это здание как кинотеатр «Октябрь». Вторую жизнь здание получила значительно позже. 28 мая 2008 года здесь торжественно открыли художественную галерею. С этого все началось. И, конечно, когда мы получили два зала сменной экспозиции, это 400 квадратных метров выставочных площадей, в городе не было никогда такого. А дальше целая вереница событий. И в первый год сформировался коллектив людей ярких, творческих, идейных. Многие из которых работают в галерее и по сей день. В этот же период рождаются знаковые проекты. У нас появилась рождественская выставка, которую мы каждый год, начиная с 2010 года, каждый год. Это не значит, что выставка посвящена Рождеству, но это выставки и события, которые происходят во время выставок, которые связаны так или иначе с этим прекрасным праздником, Новым годом, семейным торжеством. Какие еще проекты зарождались в этот период? Что за жемчужины хранит фонд галереи? Кто приходит на помощь стареющим полотнам? И какое место занимает кино в творческой жизни галереи? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в новом выпуске программы «Пешком по Сарову». 1 декабря – день хоккея. Всероссийский хоккейный союз появился более века назад. Но официальные даты, из которой начиналась история хоккея в нашей стране, считают декабрь 1946-го. Именно тогда в Советском Союзе провели первый чемпионат. Особой датой в истории отечественного хоккея по праву считают 1972-й год, когда советские хоккеисты скрестили клюшки с сильнейшим соперником – сборной Канады. Эта суперсерия стала грандиозным событием, за исходом которого следил весь мир. С началом 90-х в российском хоккее наступил тяжелый период. После победы на чемпионате мира 93-го наша страна еще много лет оставалась без высоких наград. Только в 2008-м сборной России удалось вернуть титул чемпионов. Сейчас в нашей стране действуют три профессиональные хоккейные лиги – КХЛ, ВХЛ и РХЛ, а также молодежная лига. Активно развивается детско-юношеский и любительский хоккей. Под руководством Сергея Макеичева ХК «Саров» не один год уверенно показывает себя на чемпионате области. В этом сезоне в состав команды вошли и юные хоккеисты. В нашем городе будущих чемпионов воспитывают и тренируют в спортивной школе «Саров». Ее выпускники успешно выступают в профессиональных лигах. Роман Горбунов играет за «Минское Динамо», Данил Савунов – за «Эсканева». Воспитанники школы выступают из-за ХК «Саров», но даже если уходят из спорта, на всю жизнь сохраняют любовь к хоккею. Хочется пригласить всех желающих заниматься хоккеем. Еще раз говорю, занимайтесь хоккеем, любите хоккей, играйте в хоккей. Мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения ждут на бесплатные занятия в спортивной школе «Саров». Справки по телефонам 906 00 и 626 22. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова